Привет, интернет! Я, к сожалению, приболел и все мои планы на отпуск сильно изменились. Так, забыв о дороге Дальней, я снова отправился искать интересности у себя под носом. Не стал игнорировать и коронавирусные ограничения, которые сейчас существуют и в нашем регионе, и в соседних. Выбирал из открытых пространств и решил, что будет неправильно, если я не покажу один из главных символов земли Владимирской. Это Боголюбовский луг вместе с прекрасным храмом Покрова на Нерли. День выдался жарким, поэтому запасаемся питьевой водой и в путь! Боголюбовский луг Это государственный историко-ландшафтный комплекс регионального значения. Образован под становлением губернатора Владимирской области в 2003 году. Расположен в Суздальском районе южнее поселка Боголюбово, в месте впадения реки Нерль в реку Клязьма. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова К сожалению, я попал в сенокоз и глядя на эти кадры трудно говорить о растительности. Однако Боголюбовский луг действительно является флористически богатым урочищем. По современным данным здесь произрастает около 290 видов сосудистых растений, в том числе многие редкие виды, четыре из которых внесены в Красную книгу Владимирской области. Нужно ли напоминать, что въезд сюда на авто и мототранспорте запрещен, а то глядя на все эти погрузчики, тюковальщики и сеноворошилки может создаться ложное впечатление. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова Синокос не оставил Меня уж очень довольным Но вот птицы с удовольствием Ищут себе пропитание Кстати, все они Сидят открымший рот Сегодня жарко даже Птицам Ворон и ворона Относятся к разным видам Семейства врановых Из отряда воробьинообразных Но вот существует практически Бок о бок Одно из первых научных Описаний Боголюбовского луга Растительность которого Имеет местами ксерофильный облик Составила группа ученых Под руководством Павла Ярошенко Ксерофильный это То есть в условиях Крайне низкой влажности Рельеф здесь Носит явные черты Бывшего в прежние годы Заливания Вдоль русел Клязьмы и Нерли Рельеф гривистый На гривах Луга остепнены Что выражается в обилии Таких видов Как узколистный мятлик И в примеси таких Как типчак Там где типчака Особенно много Можно признать Даже уже не лук А степь Но степь С обилием типчака Встречается лишь Сравнительно небольшими Участками Порядка 500-700 квадратных метров По наиболее возвышенному Рельефу Это цитата Из путеводителя Ботанических экскурсий По Владимирской области 1971 года РельефUn45 Ботанических экскурсий Нерли Пешеводить coord mettret Видеющие Замен Горис Субтитры сделал DimaTorzok И если вы помните одну из предыдущих серий про разлив в Спас-Купалище, то Боголюбовский луг это тоже очень хорошее место для наблюдения весеннего паводка или разлива. Ну и конечно этот материал был бы неполным без храма Покрована Нерли. Некоторые мои знакомые из других регионов сообщают, что этот храм они считают одним из главных символов города Владимира наряду с золотыми воротами. Обычно храм открыт для посещения в светлое время суток, но часы его работы смещаются в зависимости от времени года. Принято считать, что храм на Нерли это в принципе первый освященный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. В календаре Русской Церкви эта дата появляется по инициативе Андрея Боголюбского в XII веке. Она напоминает о событии, произошедшем в Константинополе двумя столетиями ранее. Богородица явилась юродиуму во время осады византийской столицы, после чего иноземные захватчики разбежались. Место расположения храма уникально. Покровская церковь выстроена в низине на заливном лугу и стоит на рукотворном холме высотой 3 метра. И площадью около 23 соток, на котором располагались и другие монастырские постройки. Церковь находилась практически на речной стрелке, оформляя перекресток водных торговых путей. Снаружи сохранились резные настенные рельефы с библейскими фигурами, птицами, животными и масками. В центре изображен царь Давид, читающий псалмы с поднятой благословлением тесницей. Рядом лев, символизирующий княжескую власть, и голубь, знак духа и кротости. Редактор субтитров А.Семкин тут, прямо возле храма, в Старице. Это растение очень красивое и имеет множество полезных свойств, поэтому на протяжении многих веков оно подвергалось истреблению. Сейчас кувшинка занесена в Красную книгу, и это прекрасно, что мы можем полюбоваться краснокнижным растением здесь. Применяется в медицине, но самостоятельно лечиться ей не стоит. Ну и, конечно, не обижайте красотку. По легенде, содержавшейся в житии Андрея Боголюбского, белый камень для постройки церкви был вывезен из покоренного Андреем Булгарского царства. Однако эта легенда опровергается историческими фактами и результатами анализов белого камня. Храм Покрова на Нерли олицетворяет период расцвета Владимира Суздальского княжества при Андрее Боголюбском. Для церкви Покрова было выбрано место чуть более чем в километре от княжеского дворца при впадении Нерли в Клязьму. Позднее устье сместилось на юг, оставив после себя старицу. Устье Нерли находилось на пересечении важных торговых речных путей и служило воротами во Владимирскую землю. Здесь корабли поворачивали ко княжеской резиденции, отсюда разворачивалась панорама на Боголюбово с княжеским дворцом и на город Владимир. С 1992 года церковь Покрова на Нерли входит в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО под названием «Белокаменные памятники Владимира и Суздаля». Боголюбовский лук же ныне является особо охраняемой природной территорией и историко-ландшафтным комплексом регионального значения. Если вы решитесь посмотреть главные достопримечательности города Владимира, то Боголюбовский лук и храм Покрова на Нерли – это обязательное место к посещению. Субтитры создавал DimaTorzok